Сегодняшний коллобиум будет посвящен в общем-то спортивному аспекту единоборств. А в частности именно тех соревнований, значит, ну для чего вообще соревнования, то мне скажут, соревнования для чего? Вообще, выявить лучшего. С одной стороны правильно, а еще, вот это такое общее, на самом-то деле. Проверить полученное знание. Тоже правильно, а на самом деле, по большому счету, соревнования это способ проверить свой боевой дух. Не более того. То есть все вот эти вот терки, у кого там толще и длиннее, это не совсем то, что касается восточных единоборств. Это любой другой сход, кроме единоборств. Вот единоборства, какие бы они там ни были, восточные, невосточные, в первом, главное в них это проверка боевого духа. Это главное. То есть вот война, как говорил Скорик Сунжи, это путь обмана. Время у нас прошло уже к концу. Сейзи, сейзи. Плавное два слова. Я приведу итоги. Что нам показывает опыт? Опыт показывает, что любое соревнование, оно до тех пор соревнований, пока мы не знаем хорошо правила этих соревнований. Как только мы знаем хорошо правила, мы всегда можем найти лазейку, которую не предусмотрели у строителей. Вот они не запрещают этих действий. Мы их делаем. Мало того, они разрешают удары локтями, разрешают удары жестко, головой. Мы этого даже не рассматриваем. Получится хорошо. Наша цель какая? Это необычная техника. И это та техника, которую видит судья. Вот все, что вы сегодня делали, это судья видит. Всякую обмену заранее судья не видит. Хитрую технику судья не оценивает. Здесь простая техника. Это серия ударов. Это удар навстречу. Это удар, который идет через защиту противника. Вот это то, что судьи оценивают. И то, что можно легко проверить на ближайшее соревнование. Опять-таки, напоминаю. Ногами лишней суеты не надо делать никакой. Все эти удары высоко малаться ни к чему. Максимум это бедро. Внутри яйца бедра. Удар навстречу кикоме с такой-либо пяткой. Удар с окуто. Причем в форме, которую предпочитают выполнять именно в китайских единоборствах. Вот. Это удар снизу вверх. Снизу вверх. Это то, что вот со льда, почитаем. А то, что вы каждый запословили. И в борьбу лишний раз не стоит ввязываться. Борьба занимает много сил. И надо хорошо вводить в борцовскую технику, чтобы бороться специально. Бороться только в том случае, если нет другого выхода. Если вы уже попали в захват или в удобное положение для борца. Тогда да. А в принципе нет. У нас поедина всего 2 минуты. За 2 минуты максимум можно выполнить 6 подготовленных атак. Больше не получится ни при каком раскладе. Только если у вас совсем уже какой-нибудь неподготовленный противоспортсмен. А если примерно равные силы, то больше 6 подготовленных атак за 2 минуты не получится. Поскольку бой бескотичный, времени не теряйте. В обмен ударов не лезьте. Вот на этом как бы все. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. Не знаю, что вопросов нет. Не знаю, что вопросов нет. Нет?